и заболели то есть получается уже вторая неделя и нос у нас то есть особо соплей нету но отечность и у него гнусавость и меня беспокоит последнее время у нас ночью может он встать у него и но из носа кровь может пойти и днем у него может быть но не так часто белье идет кровь из носа не сидит то есть у него как бы капнут как ты она вытерет это все и все ночью кашель и храпит послапывает последнее время похрапывает это он перевернется на другую сторону все ничего нету пошли кашля нет эти ты бы не было бокова тут не больно не больно а вот так вот не больно сейчас пощекочу 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 да все все давай там щекотушечка у нас здесь все нормально а можно голову чуть-чуть сейчас не буду так щекотить сильно мягкой подвижную все есть хорошо щекотненько да да шею вполне так будем ушки смотреть да уже все на экране вот камеры есть такая сцена хоп сари ты теперь помещаешься да но с носом у нас проблем постоянно длительные носки барабаны перепон очка красивенькая хорошенькая хорошая здоровая пушка корочки до это вот это что такое нижненосовая раковина и перегородка носа ну да есть коробки есть прям корки корки а теперь а . смотри вот давай вместе в команде вот щекотненько тебе щекотненько да только а вот сейчас не да а подними голову и получается вот мы в носоглотке вот они сейчас я замедлил вот они 1 это небольшие в этом плане они уже у него практически все ушли то есть я бы даже с ними проблем никаких то есть ними ничего не нужно незначительные слизистые отделяемые вот просвет на соглотке какой широкий подвижно все поэтому ну проблем с аденоидами как таковых нету и уже там 15 процентов от них всего лишь от калу она никак ему абсолютно не мешает то есть его уже возрасте 6 лет это его норма они ушли практически полностью с ним ничего не нужно делать очень много соплей на данный момент можно просто орошать тем же сами аквалорами baby почаще побольше надо увлажнитель воздуха температурный режим 19-22 проветривание какие-то кровоостанавливающие здесь препарата абсолютно не нужны какое-то лечение на гипертрофию аденоидов у вас там они совершенно ничего то есть они уже практически ушли тоже не нужно то есть по большей степени у нас только промывание промывание полу они при обильных соплях лучше уже использовать тогда там у меня есть у вас долфин да и в принципе даже насморк начинается вы спокойненько начинаете промывать долфин вот сосудосуживающие здесь не нужны потому что у вас снова будет носовое кровотечение отек как такового нет у вас полости носа здесь не требуется то есть у нас только промывание носа остается